Книга для слова Божия нет уз. 2 Тимофея 2.9. Это как срез нашей истории. Книга из документов. Второе издание дополнено. 2010 год. Вот. И 68 страница. Автобиография. Это я на площади центральной в городе Барнауле. Вот. Здесь я говорю как раз сейчас о тюрьме. Об аресте. Как что было. И тут в то время не давали снимать. А вот я иду арестованный. Краевой суд. Это цветы летят. Вот эти охранники потом мне встречались. Пересаживая других я освободился. Этот маленько который впереди их. Начальник. Он маленько заикался парень. Ну. Нормально. Им дали указания. Ничего не превышать свои полномочия. Ну. Лапкин. Ну. Прям не знаю что бы сделал с вами. Вы не подчиняетесь. А что я не подчиняюсь. Я подчиняюсь. Вот. И вот далее. Это у нас шестая часть. Вода здесь свободна. Уже не в бачке. Как в КПЗ. И туалет по-настоящему. Унитаз. Кружки у кого-то есть железные. Чай варить будут. Щифирить. Рвут рубашку. У кого лишнее. Лезут под железные нары. Там на батарее на трубе устраивают кружку. И дым коромыслом. Пьют. Сердце готово выскочить из груди. Да куда тут сердце. Тут и мысль повязана красным бантиком. Смотришь. Кто-то за сердце уже держится. Мотор барахлит. Скажут. А кто под нарами чай варит. Кричит. Чтобы еще дрова гнали. Кто-то газету дал. Коробку от сигарет. Не кипит. Рвут рукав рубашки. Воротник фуфайки. В вату долой. Материя горит. Сало у кого-то. Это уже топливо. Материю. Получился труд. Жгут. Проверка. Вызовы начались после кормежки. За день проходим душ. Кабинет рентгена. Снимают отпечатки пальцев. Фотографируют. С надписью твоей фамилии. Инициалов. Смотрят все. До самого потаенного. Не болен ли? Ну и как правило сюда прямо. В профиле анфас. Если думаешь лукавич, что болен. То это все обрушится впоследствии на тебя. Молчи. Не говори. Если, конечно, терпимо. Про малые боли забудь. Зубы, если они есть. Зажми. Дольше сохранишь. Провели прожарку. В Барнауле лучшие всех, какие видел. Прошел пять тюрем. И лучшие, признаю, барнаульскую. По обиходу. И по порядку. И по прогулке лучшие. Все же девичий монастырь. Кровь святых дев вопиет и ходатайствует. Мы тоже почти монахи. Твори правила. Вызывает меня в оперчасть. Главного опера подполковника Бражникова нет уж. А чины пониже. Этот самодурствовал еще в 80-м году. Тут я был. Так и стоит перед глазами. Зверем дыбится передо мной. Вгоняет в дрожь. Ушел на незаслуженный отдых. Доедает свое перед вечностью беспокаянный. Главного зовут Кум. А эти все оперы под Кумки. Знакомятся. Держи язык за зубами. Каждое слово будет потом тебе возвращено. И никакие отговорки разъяснения не помогут. Я сказал. В 80-м году посадили на Олимпиаду. А тут, может, на время съезда. Вот это мне потом вернули с завесками. Если такие мысли есть, то выкинь их из головы. Теперь так просто не отвертишься. Срок уже размочален. Повенчают. То есть навинтят срок. Ну, куда же тебя, Лапкин, девать-то? Да туда бы, где меньше табака, дыма. Да тут 99,9 курят. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну, смотри, тут сильно-то агитацией не занимайся. Говорят, хорошо, душевно. Я спросил. Говорят, что в этом году тут вши есть. Боремся. Вот меня вызвали, наконец. Будут определять с камерой хаты на постоянное жительство. А так я пока как бомж. В нулевке мыкаюсь. Что придумали оперы? Куда меня? Все же оперчасть – это мозговой центр тюрьмы. Люди думающие. Потом я, не знаю их работы, о чем они в кабинетах говорят, но сопоставляя разговоры, допросы других людей, немного представил их работу. Да это же местное КГБ. Ведут по коридору. Вот и 106-я камера, в которой я сидел в 1980 году. Сидел я в одиночке. Милое дело, не нарадуешься. Поешь, молишься, никому не мешаешь. Дыма нет, чистота. А одному сидеть благо великое, исцеление души, келья. Я даже КПЗ перевел так. Конец помыслам земным. Или келья, пора задуматься. КПЗ. Довели до 112-й камеры хаты. Вводит дежурный. Этот уже без власти, только исполнитель. Что скажет, то и сделает. Открыл камеры небольшая. Не то, что те, мимо которых нас вели, куда моих ночевальщиков вводили. Там-то по три этажа шконки, койки. И видно, как сидая дымка клубится. Люди в темноте почти сидят. Страшно так. Отворили камеру. Шагаю, сотворив крестное знамение. Охранник мне. Тут смотри, ничего не бери. Хозяин позже придет. Оглядываю камеру. В руках уже матрас, одеяло, подушка, две простыни, ложка, кружка, свои сумочки-сидорки. Все точно так же, как и в 106-й. Но на том месте, где когда я лежал у стены, у окна слева, застелено аккуратно. Все остальные койки пустые. Четыре шконки, это слева. И плюс две справа, и стол слева. Слева умывальник и туалет, если смотреть от входа. В стене напротив входа окно. Это на втором этаже. Место выбирать можно. Пять шконок в моем распоряжении. Ложусь сразу на ту, что к окну. Ширина камеры метр семьдесят пять. Длина шесть метров. Я все замерял. Высота около трех метров. Воздух не задымлен. Даже свежий пол чистый. Натянутая веревочка через всю камеру. Простыни сушатся. Олимпийка синяя. За окном, то есть за первой крупной, почему-то решеткой, висят на веревочках колбасы, масло в целлофане. Лук растет в пустых консервных баночках. Кружки. Кругли-кружки. Сумок около тринадцати. И тапочки. Долго разглядывал. Спаси Господи, и тут Ты, Христос мой. И здесь есть люди. Думаю, что во всей тюрьме действительно это была лучшая камера. Не по делам дает Господь, а по милости. И вводит, как Ниемию, в милость перед начальствующими. Ниемия 1.11. Это как Юлий, поступавший с Павлом, с Человека Любива. Деяние 27.3. Здесь я пробуду от 21 января до 1 августа, сознавая, что нахожусь в добром месте. Кто же это тут обитает-то? Когда я был в Кемерово, то попадал в камеру с милицией. Один за убийство, другой зарезал жену. Вот такие милиционеры, с ними молодой человек, сын какого-то пупка, начальника. Чтобы ему не попало в общих камерах, его поместили с ментами. А этих всегда отдельно содержат, чтобы не убили их преступники. Думаю, что здесь, видимо, сынок директора. Или где на допросе, или на свидании. Но вот уже и 6 часов, ужин прошел, а никого нет. Помолился еще. Слышно, как шоры задвижку, прорезиноваясь прорезью, на глазки отодвигают, смотрят на меня. Походил. Скоро и отбой. Ну вот кто-то подходит к камере, гремят запоры, затворы и накладки. И входит человек. Сухощавый, ростом с меня, подрижий, здоровается. А мне уже сказали еще в стакане, что ко мне папа посадили. Помаленьку пошло знакомство. Директор рыбокомбината нашего Мамонтовского района, Владимир Дмитрий Трофанович Север, сидит уже больше года, сейчас идет суд. Их 6 или 9 директоров и начальников клубов, и иные. А он за паровоза, то есть за главного в обвинении. Других за собой тянет. Старше меня на несколько месяцев. Вас не будет смущать, что я молюсь? Да мне-то какое дело? Молись, тут всяк по-своему с ума сходит. С первого дня, с первого часа я ко всему внимательно приглядывался. И более всего меня интересовала психология людей, их взаимоотношения. Душа, пожри смысл и поглоти мудрость. Север знает до тонкостей все про тюрьму. Это старый зэк, наблюдательный, решительный, смелый, гордый, но абсолютно бездуховный. Все из плоти, грубости, силы. Познал силу власти. Входил к замминистра в Москве без стука. Знает всех первых секретарей райкомов не понаслышке, а по обедам дома у него. И космонавты алтайские, и Герман Титов, и Севастьянов у Сивера были на охоте, на рыбалке. Всех везли к нему отдохнуть, поохотиться, рыбки покушать. Сивер – первый рыбак Алтая. Умел жить. Поудить рыбку в чистой и в мутной водичке. Не пьяница. Деловой. Эй, если бы ему-то оказаться в Америке или в Японии, то вскоре был бы не на побегушках. Если бы не тысячи инструкций припон здесь, то давно бы программа была выполнена такими, как Сивер. Циник и богохульник. Но тверд, не выдал никого. Получил 12 лет усиленного с конфискацией имущества и 5 лет после отбытия срока не занимать руководящих должностей. До 13 мая 1986 года пробыл я с ним в 112-й камере. Дня через два он, слушая меня, заинтересовался. Я предложил ему начать проходить священное писание. Около месяца, по часу до отбоя, уже лежа в постели, рассказывал ему. Он получал стиральный порошок, какую-то соду и часто стирал свое белье. Руки в кровь визъедены, омоет и гладит брюки. Все блестит. Я потом думал, вот у него новые простыни, а сна ему нет. Припрашивает себе снотворные таблетки. А у меня нет ничего того. И сплю, как после работы. Ноги гудят. Утром я вставал пораньше, когда первые признаки улавливал, что скоро будет 6 часов. Где-то далеко чашки гремят. Рядом с нами была чехана. Встаю, умоюсь, все в порядок приведу, оботрусь до пояса. Так же и перед сном. Ноги помою холодной водой. Сон великую сладу. Только лягу, секунд через 15 я уже сплю. Володя не мог надевиться на мой сон, страшно завидовал. Утром помолюсь, с севера уже на выход. Их сбивают в стаканы, оттуда потом ведут в шлюз-переход, грузят в зэки, в заки и ведут в суд. Каждый день новости привозят. Чайник, который в каждой камере был, завернул в фуфайку, чтобы Володе, хотя теплый, чай сохранить. Как только выходной, так беда мне. Он курит и уже не разбежишься в камере. Хотя между шконками было расстояние, чтобы боком только пройти. Я ходил сначала туда-сюда метра три, а потом и мешкойками. А выходные он лежит, повернется головой к стене, где окно, и видит, как я молюсь. У него думы свои, а я тут перед глазами кланяюсь, ему это вон так тошно. Вот однажды он и взвился. Да с ума можно сойти. Сколько живут, отроду не видал, чтобы столько молились-то. Тебя проверить надо у психиатра-то. Стоишь целый день, как лошадь от мух, головой машешь. Я тогда сказал, Владимир Митрофанович, я же вас терплю, потерпите и вы меня. Как-то же надо жить. Поделать он со мной ничего не мог. Я молился тихо, молча, а то, что кланяюсь, а ему не по нраву, то это его дело. Не могу же я ради прихоти его оставить молитву. Это был единственный случай, когда он так открыто восстал против молитвы. Я продолжал молиться, и он утих. Но бес его здорово мучил. Вскоре он сказал оскорбительно слово на Евангелии. Я сказал, а здесь ты погорел. Этого тебе Бог так не оставит. Накажет тебя Господь богохульника и циника. Потом он горько будет вспоминать те свои безумные слова. И чем ближе будет суд, тем томительнее будут для него дни. Многократно хотел вернуть он тебе беседы по Библии. Но я уже ушел. Тюрьма. Здесь все строго изолировано. Попав в одну камеру, уйти в другую по собственному желанию невозможно. Но если человек провинился, и его начинают убивать в этой камере, или просто изделись на него преступники, то этот гонимый начинает ломиться из камеры, колотит руками, ногами, в дверь, и не прекращает, пока его не выведут. В коридоре его будут, может быть, бить охранники, но это все легче, чем и захлещут арестанты, взбесившиеся на такого же. Но и выломившись, такой зэк не разрешил проблему, а только усугубил свою участь. Как не изолирует людей по камерам-то, и какие только не введенные инструкции, чтобы не переговаривались, не сообщались. Но в тюрьме идет великое непрестанное движение. Кого-то на допрос вывели, дорогой встретился, крикнул, или заглянул в камеру, когда охранник Дубак зазевался. Попадет за это, будет карсер, это не в счет. Главное найти такого выломившегося во что бы то ни стало. Повели на допрос. Случается, что сразу следователю не передадут. Там тоже заминки выходят, тогда тебя в стаканчик, в махонький карсер затолкнут. Сиди, сейчас другой. А пока сидишь, ждешь вызова, считай на стенках эпистолярное искусство тех, кто прежде тебя здесь срок отбывал. Напиши свое, чтобы только тебя не засекли. Ты оставил надпись на стене, а заберет ее известкой, может быть, через месяц. Сколько тут человек побывает? Да и ищешь ты не один, а все 30 человек из той камеры. Раскинь-ка сеть на все концы. Кого-то из камеры ведут в суд, всех сгоняют в стаканы. Там успевай делись информацией с теми, кто тоже куда-то едет. Заперли не на один час, внизу почти не наблюдают в глазок, не дремли. Когда вокруг только стены, все на слух, все на язык, пока зрение отдыхает. Повели в баню, там надписи на стенах, на полу, на окнах, кто кого любит, кто кого ищет, кому сколько дали, кого куда увезли, кто где выломился, то и стал ломанушкой. Об этом будут на прогулочных двориках писать и в окнах искать, искать такого. Искать, чтобы мстить через тех, кто теперь с выломившимся сидит. Затравленным зверем бегает такой несчастный. Хорошая добыча для оперов. Такого вербы куда хочешь, он уже ничего не просит, только спасите. Из таких делают долговременных уток в СИЗО. Уже осужденные, они толкутся по тюрьме и не отправляются на этап, выдавая себя за подследственных. Так подсаженную мне утку Володя Фисенко разоблачил банщик гражданский при мне. А ты чего столько времени околачиваешься? Тебя же месяца пять тому назад осудили уже. Все вскрыли. Беги, Володя! Или сажаются такими, как я, кто не кричит в окна, не отвечает на стуки в стену. Таких не отвечающих зовут мороженое. А когда узнают, что здесь я сижу, то перестают стучать. Тут попы сидят, им нельзя нарушать правила режима. Когда человек входит в камеру, то, как правило, останавливается у дверей. Его расспрашивают, откуда он, не выломился ли, где был до этого, в какой камере, хате. Потом могут и на богатство в шаме проверить. Не пустить, то есть начнут звать корпусного дежурного старшину прапорщика по этажу, по корпусу, чтобы в прожарку сводил новенького. Помогает от шеи освободиться. Но это может и не везде так. В шеи еще терпят, а если соврет, тогда беда. Хана тюремная. Могут и до смерти заклевать за то, что скрыл, что он выломился где-то, бежал от преследования, не довел до конца там, не разрешил вопроса, или начальству нажаловался на кого-то, это смертный грех там. В тюрьме постоянное движение, знают такого числа, и откуда этап, что делается в таком-то лагере, и кроме того, в душе, в прожарке, и стрижки, и бритье, и ремонт протекающих труб, или забившиеся канализации, все делают зэки. А это почти, что твой брат родной, а он тебе скажет то, что и на воле не узнаешь так быстро. Узнал один, знает вся камера, вся тюрьма. Кричат в окне так, что слышно всю тюрьму. Кто-то кого-то вызывает, тот услышал, и без лишних разговоров дед кричит, говори! В нескольких словах дают информацию, когда дежурненькая подбежит и закричит, а этот уже отошел, лег на шконку, пойди узнай, кто в эфир вышел. Кричат одному, а слышат все. Вот на неделе повесила строя в тюрьме. Среди них и полковник Федоров, начальник милиции города Бийска, узнали в тот же день. Более сложного организма, чем тюрьма, не знаю. Операм там спать некогда. Выходных нет, все по числам. Вот по делу идут 5 или 10 человек. Когда один, как я, то мороки нет, а вот этих так нужно рассадить, чтобы один, они друг с другом до суда нигде не встретились. А из камеры вызову бывает и на свидание, и к следователю, и в баню, и просто к оперу или к начальнику, или постричи, или к врачу. Довольно часто идет тасовка контингента по причинам, ведомым только кумовьям и подкумкам, а у тех своя задача, кого куда посадить. Выяснить, если где что не раскрыто, что где готовится. Держи ухо в острых, грешник. Этапы идут и идут со всего союза. И всех надо принять, расписать, поставить на довольствие, помнить, куда этого прибывшего осужденного отправлять, кто его заказал, и заранее вывезти, помыть, если было такое наказание, то все ему в дело внести, вернуть, сданные в камеру хранения вещи, отнять, что давали здесь, до книги и ложки, выдать отъезжающему паек, насколько-то не это, какой в путь у него, если положили в больничку, то и это все где-то должно быть отмечено. Каждого обыскать, взятое разделить, выдать все заново, матрас, одеяло и подушку, где-то ничего этого не дают, но в Барнауле дают, а то и простыни с наволочками, раз в 10 дней подходят к двери, стучат и кричат «Приготовьте белье!» Потом собирает, что сдал, получишь на другой день или даже в этот. Кто хочет личное белье сдать, простирают, принесут, кого мыли в душе, то снова через неделю точно. Допустим, ты приехал утром в понедельник, тебя помыли в душе и в камеру, а этим очередь идти в душ в этот день, снова мойся в этот же день. Если тебя в тот же день отправляют по этапу, то снова помоют. Мыло дадут с полспичечного коробка и в камеру дадут для стирки четверть куска на брата стирай. Можно три раза в месяц покупать всего на 10 рублей в отоварке и никогда не ошибутся, осталось у тебя на этот месяц еще что брать или ты израсходовал все. Вызвали человека или к следователю, или к врачу, или на свидание увели и в это же время за ним прислали нужен в другое место. Мигом найдут. Из прогулочного дворика прямо в руки прокурора по надзору Красноперого, как было со мной 3 марта. 21 февраля приходит суда Владимир Митрофанович и говорит, а я сегодня тебе привет принес. От кого же? Ну, когда меня вывели, то у нашей камеры стоял старик, его вели в стакан. Он шел этапом из Москвы. Я спросил, по какой он статье, а он сказал, что по 190 прим. Тогда я ему сказал, что со мной в камере тоже сидит человек по этой статье. А за что? Да, архипелагу МИЛАК распространял, а стал жениться, но помогал, материал собирать я. Меня исключили из союза писателей, а сейчас везут ссылку куда-то. Я писал заявление, чтобы направили к жене, а на ссылку в Усть-Кане в Горном Алтае отбывает. Зоя Александровна Крахмальникова. Она выпускала журнал «Надежда». Может быть, меня к ней отправят. Я тут три дня пробыл, а этапом иду уже третий месяц. Хорошо побыл в Бардауле. Сразу же поместили в санчасть, чтобы поправился, как на курорте отдохнул. Я писал на одном листке тетрадном ко всем, кто хочет обратиться к Богу. Краткое содержание того, что нужно знать для покаяния и примирения со Христом. Это я. А это был Феликс Светов, муж Зои Крахмальниковой. Написал и дал Сивер около пяти листков, чтобы он раздал своим подельникам. Так этот Феликс Светов-то попросил себе и жене, когда же главную опер тюрьмы подполковник Бражников принес сданные ему кем-то три-четыре таких листка, кричал на меня, обещал десять суток к карцеру, то Сивер сильно забеспокоился, чтобы я не подумал на него, что он сдал мою продукцию-то, заложил меня. Когда выходили на прогулку и на каждом повороте лестничного марша крестился я и впереди себя крестил, то охранники как-то спросили Сивера, весело теперь тебе с новым-то, с окамерником-то? Я с ним скоро разговариваю, это разучусь, отмечает он. Он же целыми днями молится или ходит. А я нахаживал до десяти и более километров по камере ежедневно, замеряли люди. Когда же я не перестал молиться, а Сивер страшно был вдохнован, бесы мутили его прежними грехами, то он стал писать прошение, чтобы его опер вызвал на прием. пишет, да от меня таится, а писал, как потом сказал, чтобы убрали его от меня, то есть почти бежать хотел. Отдать заявление и почти в ту же минуту он отдал, когда заявление то еще и не дошло по адресу, открыли дверь и рослый мужчина в добротном пальто вошел в камеру. Это случилось 24 февраля 1986 года. Сивер тотчас начал допрос, фамилия, почему ушел из той камеры. Оказалось, что этот бежал от тех, кто бил его там компанией. Говорит, что вызвал его опер и сказал, я тебя к попу посажу, там спокойно. Когда он назвался, что Лозин Анатолий Максимович, то Сивер стал такие данные выкладывать ему про него, что тот только глазами хлопал-то. Ты учился в Москве, кандидат наук, преподаватель второй группы космонавтов, ну хоть досье заводи. Потом Сивер рассказал, что жена этого космонавта, как мы его звали, иногда академиком или кандидатом, приезжала на отдых к Сиверу-то. И с каким-то ушлым, Соболевым, она там поправлялась от домашней сутолоки на свежем воздухе. А из-за этого соперника теперь космонавт и приземлился на нижнюю шконку. Побил он его крепко за жену, заставив его при своих обязанностях вместо него законного мужа. И все их разговоры в течение двух месяцев шли по подобной тематике. Лозин был осужден на два года общего режима, 23 апреля. Разговоры были только о пьянке и о бабах. Ничего духовного, никаких проблесков. У одного 26, у другого 18 лет стажа коммунистической партии. И обоих еще пока не исключили. Лозин про космонавтов все расскажет. Про генералов, про маршалов авиации. А Сивер про первых секретарей, райкомов, крайкомов, исполкомов, про тех, с кем пил, ел. И ни одной живой духовной личности у Сивера. Хотя Лозин и указал среди знакомых космонавтов таких, с кем бы хотелось поговорить при случае. Некоторые фразы из Евангелия и из святых отцов. Анатолий Максимович записывает. Дал ему бумажку, ручку, своего-то у него ничего нет. Это не то, что Сивер, у того всего полно. Три носильщика нужны. Когда-то космонавт жил 800-800 рублей в месяц, а у меня 72. Сейчас не то. Идет смена. Слышно, как в соседних камерах дальнобойными матами с начинкой полощут. Где-то они встают со шконки при входе контролеров, где-то они убрали мусор, отворяют к нам. Тихо, спокойно, поздоровались. А эти, хоть и не проверяй, всегда у них чистота. Ни матов тебе, ни криков иногда в двери не откроют, а через глазок посчитают трое. Как-то стали мы выговаривать проверяющим, что же это вы не заходите к нам-то, за людей нас не считаете? А Сивер встал в угол вплотную к стенке этого двери, то его и не видно, пришлось открывать. А я здесь. Да куда ты денешься? Пока дверь открыта, пока считают, пока жалобы наши примут, смотри внимательно, кого-то по коридору проведут, кто-то тебя, лепись ближе к двери. Все же мне было легче, малолитражка спасала, маленькая камера, и ребята берегли меня. Сивер курит, сядет на возвышение-то, где клозет вбетонирован-то. А без него стало еще лучше даже. Хоть он и пугал, что когда он уйдет, то никто так не будет беречься, где курить-то. А без него новый Володя приучил всех к такому порядку, прежде чем прикурить, встать на парашу и руку с зажженной спичкой-то поднести к решетке-то. Если туда тянет, там и курят. Дует туда, а когда не сосут зловоную пакость, то руку держит без решетки и туда всю мерзость уносит. А если не тянет, тогда к окну. И в хате было так, как будто курящих и не было. Узнала про это охранница одна, вызвала кого-то, захлопнули на задвижку с той стороны эту дырку урадила. Моем иногда несколько раз в день. Воздух сравнительно чистый, самим приятно. В тапочках ходим, а когда идем на прогулку, случается увидеть, что делается в больших камерах. В три этажа, одним коромыслом. Не дай бог. Когда я молюсь, случается, что новенький дежурненький из дубащик-то долго смотрит в глазок-то, а потом откроет кормушку-то и кричит в ночи. Дядя! А, дядя! Дядя! А, дядя! А я молюсь. Тогда мои сокамеры копируются к ней. С чего орешь-то? Он же не ответит. Видишь, молится. Закрой кормушку, макака. Находятся же такие бестолковые. Чтобы мне удобно было стоять, ноги бы не мерзли от бетонного пола на молитве, так кладу валенок и стою на нем. А потом также применял сапог. Входит начальник по режиму подполковник Клименко А.И. Осмотрел все в камере чисто, койки заправлены. Увидел под столом мой сапог. А почему сапог один стоит? Молюсь я на нем-то, а то от полу холодно. Меня-то не касается, чтобы сапога стояли вместе. Повернулся к выходу. Попутно календарь бегунок сорвал со стены, свита за ним. Эх-эх-эх. Мужа с женой, с детьми разлучили, и все ладно. А сапог от сапога заскучал. Соедини. Свидание сапогу сделай. То ли специально выбирает таких на должности по режиму, или они все и не такие, да, должность их такая вот так исковеркала. Не раз был на беседе с начальником тюрьмы Соломиным Александром Семеновичем. Отец родной, а полковник побеседует и утешит. И что можно сделать, все сделает и тот сейчас же. Когда меня в 1980 году вызвали после ареста и доставки в тюрьму к Соломину-то, он высушил все, сидит спокойно так улыбается, да ты не расстраивайся. Потом достал книгу уголовный кодекс, надо посмотреть твою статью, не было у меня еще таких еще. О, да статья-то у тебя легкая, всего до трех лет-то, а то еще, может быть, и отпустят. Спросил меня тогда Соломин, как спалось, не мешает ли. Я сказал, что кто-то несколько раз в ночи вызывал ко мне, вставай, молись, чего спишь. А простыни не дали, ни у кого их нет, и кружка старая. Он тут же взял со стола к алюминиевую кружку, постучал по батарее, и тотчас явилась завхоз. Он ей, ты хоть маленько-то делай различия, кто перед тобой-то. Ну и что, что ни у кого нет простыней-то. Они их же жгут, а этот-то разве жжет? Сейчас же выдай. Точно сдали все. Но потом она ехидно так меня спрашивала при встрече, ну и как ваше драгоценное здоровье от того солдата, который кричал, нашли и убрали. Об этом, хотя я уже и говорил, да приятно еще раз о хорошем человеке поговорить. Повторюсь в сладость. Соломин встретились у мемориала как-то в Борнауле. Разулыбался, как самый близкий человек. Я был с товарищем и говорю, бывший начальник тюрьмы. Похвалился им. А он высокий, стройный, крупный весь-то. Так приложил палец, кувоп-чшш. Ты, родной мой, про тот слух не говори. Не надо. И по телефону все эти годы мы с ним переговаривались очень задушевно. Теперь он уже отошел в путь всей земли. С женой иногда перезваниваемся. Так вот. А слова о Боге принесли ему много хорошего. И он, жена говорит, по-христиански помер. А Лозин, этот космонавт, потом уже узнал, отсидел, вернулся, жил в общежитии, запил и повесился. Север же вернулся, был снова директором и помер от рака, курил по две пачки в день. После освобождения он к нам в деревню приезжал со своей женой Ниной Ивановной не раз. И мы у него были в Мамонтово. Очень был деловой, но жил только этой временной жизнью. Иногда говорил мне, плохо ты о мне молишься. Вот опять вторую пачку за день доканчиваю. Сгорел в дыму никотиновом. как-то на прогулке знакомый охранник Лобанов Иван Владимирович дал мне три листочка березы. Очень хороший, душевный был старшина этот охранник. Потом я к нему на дом ходил. Он умер в январе 2002 года. Так я и пронес эти через все этапы листики и вернулся с ними. Внизу дворика есть амбразуры для выброса снега, где прогулочный дворик, и столько воды. Вот туда наклонишься и бывает что-нибудь увидишь. То где-то автобус едет-то, то человек пройдет-то. А были и такие, кто своих видел-то. Такого счастья удостоился и я. Увидел Наденьку вдали, дал ей знать о себе. Высолну руку-то с майкой в дыру внизу. Лучшей прогулочной площадки, чем в Барнауле, нигде не видел. Тут и воздух лучше, все же в лесу хвойном. Разговор запрещенный постоянно ведется. А то, кто и на полную мощность вопит. Я здесь! Ходят по верху, по низу охранники-то. И кто из крикунов, сразу в карцер. А там вообще на весь срок карцера нет прогулки-то. Молчи, люби дисциплину. Охранники любили стоять возле нашей кельи. Прогулочные, лучшие свидетельства, слушать. А то и отворят, слушают. Многим давал календарь от руки, написанный, когда посты, когда Пасха, до 2000 года писал, с 86-го, на память знал-то. И ни один листик с праздниками никто не передал начальству. Никому это не страшно. А написанные от руки мной листики с краткой информацией о душе и о спасении, почти половина попала к Бражникову. Иногда из прогулочных двориков в 13-й и 15-й видел крест на Покровском храме-то и просился в эти дворики. Пускали иногда, но тут тоже неудобство. Двориков много и вывод всех по порядку. А тут тебя отдельно выводи не в очередь. А все это пишется, где ты был и почему не по порядку. Но несколько раз смилостивились и отводили. Гляди, батя, молись, да и за нас поклонись. А иногда я когда я написал заявление на прогулку и стали выводить по часу, то начали загонять нашу камеру в 20-й дворик, у которого вообще нет окошечка для снега-то, а значит и ничего мы не увидим. И не по порядку водили нас туда, а по сердцу дубатскому. Переморшимся, как говорил отец Александр Пивоваров, отсидевший срок за распространение религиозной литературы. А потом завели опять в тот, где храм видно-то, и когда подошли, выходите, прогулка окончилась. Так часа же нет, я по солнцу определяю-то. Эх, мы тебе разрешили на церковь посмотреть, а ты, ну иди же, мы тебя еще заведем в этот прогулочный дворик-то. Ай, переморшимся, все же храм видел. А пока ты на прогулке, в камере идет шмон, проверка, все на выверт, все растребушат. И сколько у меня бумаг было, все на виду, все посмотрят, и они чего не дезислить, и не тронут. Молодцы. Написал я заявление о прогулке, так как бы жалобу, что по уставу положено один час быть на свежем воздухе. А нас только выведут, и уже минут через 20 заводят-то. А у меня с легким непорядок. Прошу давать один час, как оговорено, в правилах для узников. Потом это заявление, отданное офицеру, возвратили мне со словами, не нужно давать ход этому заявлению, не надо, мы будем вас выводить на час. Это уникальный случай, потому что дело мое было на контроле в КГБ, и они опасались, что от меня будет утечка об этой неисправности, а им этого не к награде. Это заявление я на столе клал, а они его читали и не могли изъять. Вначале это заявление буквально ощеломило их, может быть, даже наглостью показалось-то. Тут ведь человек вовсе бесправед, делай, что хочешь с ним, и вдруг какое-то искание законов. Они сначала мое уже возвращенное капитаном заявление забрали, когда мы были на прогулке, но я тут же постучал в кормушку. Подошла дежурная, через нее вызвал корпусного и стал требовать это заявление. Он говорит, но ведь вам дали положительный ответ, оно и не нужно вам. Тогда я стал писать снова такое же заявление и решил каждый день оставлять на столе новое. Написал три вместо одного похищенного. Слышу, в глазок подглядывают-то, потом подзывают, отдают помятое. Видно, что его всем дали посчитать. И потом уже все знали, что мне надо дать погулять в час. Если новый, кто был в охране-то, пытался вывести раньше часа, открывал дверь прогулочного дворика и упрашивал, но мы стояли намертво. Они, ругнувшись, запирались грохотом двери, но материться прямо на меня опасались. Такого нигде не было. Нельзя. Но и мне надо было вести себя подобающе, не давая повода ищущим повода. Где-то день начинается беспокойством о транспорте, сесть бы. Тут эта забота не возникает. Ты уже сидишь. Лежишь, не ходишь и все равно сидишь в тюрьме. Тут иное исчисление времени. Уже не до отпуска считаешь, не от рождения, а от ареста. Сколько? Спросит кто-то и ты знаешь, что это о твоем сроке. Где-то забота, чем кормить детей, где взять хлеба. Здесь этого нет. Забота такая отсутствует. Тебя накормят с немецкой точностью. Меню расписано на неделю вперед. Граммы разнаряжены. Осталось только их разворовать, а жишку зэкам развить. Осмотрев все, ознакомившись со всем, решили, что мы здесь уже при коммунизме живем. Вот оно, светлое будущее. Всегда свет, даже ночью не тушится. 9 апреля у меня кончилась санкция на арест, на содержание по страже. Пишу заявление, что не имеют права держать меня больше, если не предъявят обвинения. Ответа нет. Посоветовались, распределили роли. Сейчас утром в 8 часов новая смена будет с офицером принимать вахту-то. Будут заходить в камеры-то. Я заранее приготовил все, оделся, надел через плечо сумки под мышку, папку с бумагами, застегнулся, надел шапку. Проверяющий, кто будет дежурным, ходит с карандашом и бумагой, чтобы счет произвести-то. А офицер иногда в коридоре стоит, а иногда в дверях. Заключенные обязаны выстроиться и дежурный по камере из зэков же доложит, что столько человек в камере. Север и Лозин будут сидеть на койках, а когда те войдут, то им, охранникам, надо будет заглянуть дальше. Что же они сидят-то? А я в это время выйду в коридор и скажу, я пошел домой. А они, ты там нашим привет передавай-то, ты уж не забывай нас, только бы на пороге никто не стоял. Вот, все ближе. Проверка. Скрипит, открывает двери, входят. Я уже одетый, сумки на мне связанные, через плечо полная экипировка-то. Когда они шагнули, как и было задумано, в камеру-то, я быстро вышел в коридор и пошел. Они вначале опешили, а потом так кричали, эй, стой, куда же ты? Остановился, чтобы видели меня сокамерники, я разговариваю не с охранниками, с ними я уже все понятно. Они мне не нужны, а слушаю, я слушаю наказы, ребят, на волю, что передать-то? Из комнаты, где принимает спецчасть, выскочил седой капитан, бежит. В чем дело-то? Да ты куда-то, Лапкин? Как куда? Домой? Санкции на меня кончились, сегодня уже третий день, зря сижу. Ни в одной стране без санкций держать не могут-то. Не попирайте мои демократические права, а то, видишь, заперли, жди тут утра. Я пошел, не мешайте, откройте там дверь-то на лестницу-то. Да нет, так-то нельзя, говорит капитан, а сам мне дорогу загораживает телом-то. И эти уже окружили-то меня-то, но не трогают, разговариваем уже в коридоре. Не имеете права держать, я человек свободный. На меня была санкция, была? На три месяца, все, я отбыл, теперь иду домой. Да нет, мы доложим обязательно, но ты пока, ну мы не получили бумагу-то, отпустить-то так не можем, так нельзя. Уж подождите до обеда-то, мы разрешим все. Ох, ну уж если до обеда. Я нехотя повернул, ну тогда и раздеваться не стоит-то, я так подожду. Ушли, заперли камеру. Мои компаньоны до конца серьезные мины делали-то, а тут схватились за животы. Но живая картина, комедия, да и только. Все же в нашей серости это развлечение. Когда лучик солнца проникает в камеру, то через затогнутую железную полоску жалюзи-то за решеткой-то, то я брал свое пальто, зарезал на пустую шконку на своей, на второй этаж и читал мелко написанный новый завет псалтырию-то. При камерном свете сильно повредил глаза и едва видел. Однажды, когда луч солнца уже заглянул к нам, я вспрыгнул на кровать, сел, читают послание к римлянам, и вдруг в глазок кто-то кричит «Лапкин, без вещей на выход!» Соскочил, припрятал Евангелие, обулся в свои сапоги, костюм драный надел. Куда же это? Выводит одна женщина, прозвали ее Эльза Кох, палач в фашистском лагере-то. Настолько она въедливо, так и норовит отнять что-то, когда выводит на допрос это. Но я решил, что и она может быть иное. И как-то немного ей сказал о Боге, потом списал все религиозные праздники, и она не раз пропускала меня от следователя, не обыскивая, и я приносил то луковку, то орешки, то мед для сердца-то. Да воздаст Господь милостями следователю Владимиру Кузьмичу и этой женщине, так ласково со мной обходившейся. Когда меня осудили, она сочувственно говорила, ну это же немного. И вот иду, кашляю, жестоко простудился-то, более даже не в КПЗ, а уже на прогулке в тюрьме. Организм-то уже отвык от мороза-то. Захожу, а там мама моя сидит. Поговорили о всем, поплакали. Она ей говорит, ты, сынок, знал, куда и зачем шел-то, так что неси, ты за Христа страдаешь-то. И говорит тихо, и рукой машет иногда, у всех, у всех, все отняли. Мама моя милая, как ты спешила сюда, сколько ты перелетела преград, как ты все это вытерпела. Держу ее за руку и плачу, думаю, что больше не увижу никогда. А виноват-то, как я перед вами, если бы ты знала. У всех прошу прощения, извинения у всех. Принесла термос с горячим чаем, с малиной, и пить не хочу, а пью. И уходить не хочу, а уходить надо. После, когда бы я не увидел солнышко-то, это привет от мамы моей милой, от солнышка моего. И мама потом рассказывала, когда заходят, передачи принимают, и все, а твоего за что? Да ни за что посадили, а этот, да ни за что. Моя мама говорит, о, как вам тяжело, ни за что. А моего-то за что? Он знал, куда идет, он в Бога верит. Если бы возможно было, хотя бы своих видеть, или иногда встречаться, как во времена апостола Павла. Приходили к нему, он с ними беседовал, приносили, что нужно, относили письма, никакой цензуры. До чего же не прочно все, что ныне. Так боятся все, как бы где, что бы кто не узнал, и душат все, давят, обыскивают. Ложь боится света, всякий делающий правду идет к свету. Дети тьмы, власть тьмы, ваше время, все ищут, щупают, иногда отбирают, то, что десять раз оставляли, а потом жалеют, что мог бы и спрятать куда, где ни ум, ни их умом искать-то. Да ведь кто же знал-то, лиходея они и есть, звери. Ругаются зэки, плавится злоба, растекается по нулевкам и стаканам, виснет на охране, та еще более лютует-то. Сколько верующих сидит за проповедь, да истинное свидетельство за слово Божие, за печатание книг.